Первоначально из областного бюджета на решение проблем обманутых дольщиков выделялось 58,5 млн. рублей. Теперь сумма увеличилась в 15 раз. В 2020 году почти 855 млн. рублей пойдут на завершение строительства проблемных объектов и денежных компенсаций обманутым дольщикам. Шаг очень серьезный. Шаг, который может заинтересовать и строители, шаг, который заинтересует и самих дольщиков, это шаг и подвижка вперед без всякого совмета. Это, с моей точки зрения, очень положительное решение на регион, который хотим от ситуации выправить. Эту задачу поставил губернатор, он послание об этом сказал, и депутаты все это поддержали. Поддержали депутаты Самарской губернтской думы и Ольгу Гольцову. Ее путем тайного голосования второй раз переизбрали на должность уполномоченного по правам человека в Самарской области. Она принесла клятву и теперь будет отстаивать интересы граждан в течение ближайших пяти лет. Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина всеми средствами, предоставленными мне законом, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, быть беспристрастной, руководствоваться только законом и голосом совести. Голосу совести чаще придется прислушиваться и продавцам электронных сигарет и жидкостей для них. Депутаты приняли закон, ограничивающий продажу вейпов несовершеннолетним. Теперь нарушителям закона грозит штраф. Гражданам придется выложить до 4000 рублей, должностным лицам до 20, а юридическим до 100 тысяч рублей. Этот закон позволит сохранить здоровье граждан и обеспечить пополнение бюджета. Елена Малютина, Дмитрий Мешканцов. События.